Среди погибших и пострадавших в результате пожара в торговом центре Зимняя Вишня в Кемерово нет иностранцев, в частности и украинцев. Об этом сообщили в консульстве Украины в Новосибирске. А вот по данным российских СМИ, один украинец погиб, якобы это житель Донецка. О причинах и последствиях пожара унесшего 64 жизни в следующем материале. Где наш папа? Данил, выходим к машине, побежали. Анна вместе с сыном выбежала из горящего здания до приезда пожарных. Как им повезло, она осознает через несколько часов. Возгорание произошло на четвертом этаже, на детской площадке. Вспыхнули поролоновые кубики в бассейне для малышей. В это время многие дети находились в игровых комнатах без родителей. Ребенок маленький, меньше трех лет. Он в игровой комнате в клетке сидел. Все выскочили, дети. А он один там остался. И ко мне не идет. Эта девочка, которая на билетах сидит, залезла туда, вывела его. Я схватил его. Не сработала ни сигнализация, ни система пожаротушения. По рассказам очевидцев, некоторые пожарные выходы были заблокированы. Двери пришлось выламывать. Мужики, сейчас точно задохнемся. 11-летний Сережа пришел в зимнюю вишню вместе с мамой, папой и маленькой сестрой. Когда начался пожар, отец успел выбросить мальчика из окна. Парень упал неудачно. Сейчас врачи борются за его жизнь. Не смогли выбраться и школьники, которые пришли посмотреть кино. Когда заполыхал огонь, двери кинозала оказались закрыты. Дети в панике звонили родным. Она мне звонила в 11 минут, прятала в последний раз. Она сказала, что горит все, дым, двери заблокированы, в кинотеатре. Я не могу выйти, кашлять, я дышать не могу. Я говорю, Вика, все, бурно, закладывай дыши через одежду. Она говорит, передай всем, что я их любила, передай маме, что я любила. Школьников сопровождали классные руководители двое родителей. Но они не стали смотреть детский фильм и оставили подопечных без присмотра. Взрослым удалось выбраться. А вот судьба детей до сих пор неизвестна. У нас наиболее сложный участок – это обрушившиеся помещения двух кинотеатров. Потому что они фактически полностью ушли у нас на третий этаж. И мы сейчас шаг за шагом продолжаем разбирать конструкцию. Три десятка людей пропали без вести. Двадцать в больницах. Точная причина возгорания до сих пор неизвестна. Одна из главных версий – проблемы с электропроводкой. Правоохранители уже задержали четверых людей. Наталья Шумакова, подробности, телеканал «Интер».